У Волжских берегов на Волгу шли дивизии врагов, Но выстоял великий наш солдат, Но выстоял бессмертный Сталинград. От Ростова через города-герои и города воинской славы, через Минск, Крым, ну и, конечно же, Анапу, и обратно домой на Сембекские высоты. Таков маршрут молодежной акции «Дороги славы. Наша история». Ее цель – найти неизвестные истории о солдатах, погибших в разных войнах – от русской, японской до афганской. Анапская молодежь встретила участников акции возле Стелы – город воинской славы. На мероприятии прозвучало выступление председателя Совета ветеранов города-курорта Анапа Анатолия Гапонова. Уважаемые наследники городов воинской славы Ростова и Анапы, мы приветствуем вас на нашей земле, и мы знаем, что победа далась нашему народу нелегко. Но мы победили потому, что мы были единой многонациональной советской семьей. И когда немцы кричали «Рус, сдавайся!», то независимо от национальности ответ был один – русские не сдаются. Руководитель Центра патриотического воспитания Ратмир Максим Пронин поприветствовал дорогих гостей. От имени главы города Полякова Юрия Федоровича передаем вам большой привет. Анапа своей историей уходит далеко в то время, когда еще здесь стояла турецкая крепость. И сам город был серьезной стратегической опорной точкой, как Турков, далее и Великую Отеческую войну. Здесь большая работа проводится по сохранению истории, а также по борьбе с фальсификацией истории. Спасибо вам за такую акцию, которая действительно хранит память. Спасибо участникам, ребятам. Ну и, думаю, может быть, в ближайшее время ждите нас в гости. От лица участников автопробега выступила художественный руководитель концертного ансамбля Дома офицеров Южного военного округа, Министерства обороны России Ася Компанец. Нам очень тепло и приятно видеть всех здесь и воссоединиться в общем порыве, соединить наше историческое наследие для нашей молодежи, для того, чтобы помнить, гордиться, чтить и уметь поклоняться светлой памяти 27 миллионов погибших в Великую Отечественную войну. Участники акции почтили память всех погибших в годы Великой Отечественной войны и умерших фашистской неволе и минутой молчания и возложили цветы к стейлим. Продолжила мероприятие концертная программа с участием артистов вокального ансамбля «Успех» из Ростова-на-Дону. Есть море, в котором я плыл и тонул, и на берег вытащен к счастью. Есть воздух, который я в детстве вдохнул, и вдоволь не мог надышаться, и вдоволь не мог надышаться у Черного моря. Из Анапы автопробег отправился в Керчь, а затем его участники посетят Феодосию, Симферополь и Севастополь. Все бои войны, не зная сна, не зная тишины, любимый город может спать спокойно и видеть сны и зелениц, и весны.